Дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители канала Любимого ТВ, с вами природная ведущая Татьяна Любимова. Давайте сейчас начнём без долгих предисловий нашу встречу. Я сейчас немножко размешаю карты, а вы просто удобно расположитесь перед вашими экранами, но настройтесь на приятный лад, на волшебную волну, на приятные позитивные вибрации. Сейчас будем разговаривать на тему любви, отношений и вообще интересная психология мужчин, да, девочки? Ну, в основном сейчас это для вас будет, но если мужчины, вы захотите, тоже, пожалуйста, принимайте участие. В нашем сегодняшнем сеансе загадывайте вашу любимую женщину, девушку, партнёршу. Иногда мотивы неясны. Почему человек поступает так или иначе, да? Возможно, он не выспался. Возможно, плохое настроение, да? Возможно, что-то родом из детства в нём такое есть, да, что щёлкает и переключает его в самые неожиданные моменты. Либо это установки, самонастрой такой, да, либо что-то у него врождённое, у этого человека. Мы же не знаем, да, душа чужая в отёмке, но и также сильно в голову не залезешь, да? То есть чаще всего женщины, ну, вообще один из партнёров думает то, что думает он на самом деле, да, а не то, что в реалии думает партнёр. Ну, или партнёр говорит одно, а свойство, особенно женской психики, таково, что не уточнив, что же означают слова, да, партнёра, любимого человека, склонны додумывать, да, дорисовывать и восприятие уже рисует свои личные персональные картины, а человек совсем не это имел в виду. Так вот, вопрос, конечно, интересный, сложный. С другой стороны, давайте немножко подкорректируем ситуацию, да, попробуем разобраться, почему действует человек так или иначе. Посмотрим немножечко прошлое, настоящее влияние окружения, да, и вообще, вот чтобы добраться до некой истины, ну, хотя бы приблизительно, да, мотивы его поведения, его отношения к вам, да, что в конечном итоге вы получаете, да. А можно ли надеяться или не надеяться на этого человека? У всех разные ситуации. Вот вы сейчас окунитесь конкретно в вашу ситуацию, можете просмотреть бывшего, настоящего мужа, любовника. Итак, давайте посмотрим партнёра, как его сейчас нам просто опишет информация, снятая. Извне, из информационного пространства. Девочки, это второй арканчик, вот тут такой вышел. Давайте-ка всё-таки я его достану. Убираем пока. Ну, вы сами прекрасно видите, кто здесь изображён, да. Я надеюсь, видно нам и по пятнадцатый аркан. Это дьявол, аркан-дьявол. Вот сколько угодно можно говорить об этом аркане и переносить характеристики аркана на конкретного человека, но в любом случае основное – это то, что абсолютно непредсказуемый, искуситель человек, невероятного притяжения, невероятного магнетизма. Это тот, кто может забраться в ваши мысли, в ваше сердце, завладеть вашим устойчивым, конкретным восприятием мира и взбаламутить там практически всё. Как бы вы ни держались, ни крепились, и как бы вам этот человек изначально, возможно, даже и не нравился, возможно, изначально вы чувствовали скрытую угрозу, возможно, вообще не хотели с ним знакомиться, а, возможно, этот человек вас сразу покорил и восхитил, и эти флюиды, их никак невозможно объяснить ни логикой, ни разумом, а тем более сердцем, а тем более… Ну, это непонятное влечение, это как гипнотический, когда удав гипнотизирует кролика. Может, кто-то говорил, что я всегда избегала или избегал таких отношений, связей или таких ситуаций. Тот ещё стрелянный воробьишка, да, и тем не менее… Вот надо же было так попасться. То есть человек невероятного магнетизма. Иногда это завораживающие мерзавцы, иногда это просто казановы жгучие, да, о которых обижаешься, и тем не менее всё равно всегда их вспоминают женщины, да, обижаются, плачут, и всё равно в сердце лелеют надежду на то, что этот мужчина не так уж плох, а на самом деле он просто невероятно восхитителен в своём коварстве. Оболеститель, девочки. Человек себе на уме – искуситель. Но что же там из прошлого? Девочки, если даже ваш мужчина имеет внешность добряка, простака, рубахи парня, то вот этот мощный магнетизм, мощная привязка, она должна срабатывать даже на человека с такой, казалось бы, негероической, небрутальной внешностью. Здесь уже от внешности, честно говоря, мало что зависит. Главное – энергия. И харизма. Итак, девочки, что-то из прошлого. Что можно сказать? Что было в прошлом у этого человека, что каким-то образом влияет на ваши отношения, на непонимание вашего партнёра, или наоборот, вы хотите, есть желание понять, что же там было такое в прошлом. Ну, во-первых, человек далеко не простачок, мало того, что нам показывают здесь мага, то есть человек на самом деле большой воли, сильного характера, это мастер, здесь являются прерогативы, желание постигать, познавать, работать, прилагать усилия, то есть вот этот магнетизм и эта энергия, и плюс ещё приложенный труд, интеллект, желание разобраться во всём, желание достичь максимального результата, положения, да, быть знатоком и профи в своём деле. Вот это было, скорее всего, всегда. То есть желание успеха, скорее всего, здесь самый что ни на есть перфекционист, делать всё лучше, как можно, и добиваться как можно большего. Желание успеха и денег, и высот своего профессионального мастерства, ну и других своих способностей, продвижения своего дара. Здесь действительно могут быть и магические способности, и также это могут быть различные бизнесмены, мужчины, которые добиваются, достигают больших высот в карьерной, по карьерной лестнице, большой успех у женщин и так далее. То есть это идёт родом, не здесь и не сейчас, а тогда ещё издалека. То есть такая предрасположенность человека к блеску, к высокому положению социальному, к высокой статусности. И когда человек на таких высотах, на таких вибрациях, конечно же, здесь высоко, особенно высоко, искушение. Как бы есть вариант сбиться с истинного пути, да? Или, возможно, действовать обходными путями, манипулированием. Но всё-таки здесь показывают нам ровного дьявола и ровного мага. То есть по большей части здесь человек действует в основном открыто. Или же делает так, как нужно ему, и так, как он считает, будет лучше, выгоднее, правильнее. А когда будет хорошо ему, значит, и будет хорошо остальным. Давайте посмотрим на настоящий момент. Что является проблемой? Проблемой для этого человека, но и, скорее всего, это может повлиять и на ваши отношения, на отношения к вам. В настоящий момент. Вы знаете, проблем-то как таковых нет. Но есть желание не просто всё обдумывать, но здесь идёт какая-то тотальная медлительность. И проблем как таковых нет, скорее всего, в социальном плане. Есть хороший расчёт, есть чёткое понимание, как нужно делать свою работу, как зарабатывать. Атмосфера царит. Чёткое, заземлённое, денежное. Чёткое планирование, чёткое продумывание. И все сферы, которые идут на достижение финансового благополучия, на развитие бизнеса и прочее, вот это является прерогативой. То есть проблема-то в том, что сам человек не рассматривает на данный момент для себя в приоритете любовь, любовные чувства или страсть, страстные желания. То, что касается чувств и страстей, на данный момент относят на задний план. Если говорить в общем и целом, то всё, что касается чувств, эмоций, амуров и прочее, сейчас это всё пока что скрыто, не стоит на первом месте. И ему кайфово, замечательно, классно и бодро, когда он в своей вальяжности, в своей размеренности находится, когда он знает, что у него есть возможности, есть способности и возможности для развития либо своего бизнеса, либо для накопления своих запасов и запасиков. Когда он знает, что он может вкладывать свои накопления и получать ещё большие дивиденды. То есть вот эта его атмосфера, он в ней просто растворяется. Хорошо, это настоящий на данный момент либо же прерогатива человека, который он так или иначе для себя сейчас выбрал сам. А что же хорошее на данный момент времени, каков вообще плюс? Что этого человека, возможно, радует и как это может отразиться в положительном аспекте на ваших отношениях? Положительный аспект показывает нам старший аркан, колесо, колесо фортуны, колесо судьбы. То есть здесь ни от чего никто не застрахован. Как от дикой, невероятной любви, влечения и судьбы, что это может быть просто судьба, судьбоносная встреча, так и от того, что как это ярко всё может закрутиться, так же и развернуться потом может в обратную сторону. Невероятно быстро. И нужно мало того, что успеть заскочить на это колесо вовремя и не бояться. Мы видим, что здесь закрыты глаза у героя данного аркана. И тем не менее, как он будет маневрировать, от этого и зависит дальнейшее продвижение, как он сможет справиться с управлением этого колеса. Потому что здесь мы видим, поджидают различные опасности. Провоцирующие человека сбиться с пути. То есть так же и ваше отношение здесь совершенно нельзя предугадать. Что же ожидает? Это может быть любовь всей вашей жизни. А возможно, это будут самые кошмарные моменты, воспоминания всей истории ваших отношений. Но этот человек и эта встреча невероятно значимы. И здесь можно только аккуратно маневрировать. Но так как это является плюсом, в любом случае, эти отношения, это незабываемые приключения. Это незабываемый человек, который вас всё время очень дико к нему тянет, волнует. И таких ощущений можно сказать, что вас либо давно не было, либо вообще не было ни с кем. Если уж говорить, что нужно благодарить за все уроки и за всё хорошее, что даровано судьбой, то в положительном моменте данный аркан в данной позиции, я думаю, будет вами растолкован индивидуально. Пожалуйста, можете отписаться потом в комментариях. В любом случае, это невероятное какое-то судьбоносное приключение для вас. То есть сами вольны либо раскрашивать в тёмные цветы, либо в весёлые яркие краски. То есть любому приключению можно радоваться, любому знакомству, как ни крути. Но если уж совершенно вы не пали духом и смотрите, да, и вы понимаете, что ну как же я ж не мог... что здесь просто невозможно избежать было вот этой встречи или этого человека в вашей жизни. По судьбе, кстати, часто так и бывает. Если выходит колесо судьбы, колесо фортуны. Это и предназначение, и данный человек приходит, как и любой человек, для того, чтобы чему-то научить со своей определённой миссией. Ну вот эта миссия должна быть воспринята в позитиве. Как что-то хорошее. Давайте ещё спросим, а есть ли вероятность того, что этот человек может вас полюбить? Прямо по-настоящему. Я думаю, что многие из вас задаются таким вопросом, да, любит, не любит, обнимет, поцелует и прочее. Любит или нет? Мы не будем прям чётко спрашивать, прям любит, не любит. Мы спросим, есть ли возможность у этого человека или у вас, для того, чтобы эти чувства были настоящими. Вообще были чувства, и любовь была настоящей. И вот нам показывают здесь колесницу, старший аркан. Вы знаете, это может быть, конечно же, это может быть продвижение от эмоций первоначальных, от симпатии, и большой скачок, большое движение по вашему вопросу. То есть возможно развитие. Да, развитие чувств возможно. Переход от дружбы или от симпатии к большой любви. И просто к любви, да, как мы задали вопрос. Да, конечно, это старший аркан. Здесь очень даже может быть... И вообще карта, если мы задаем вопрос позитив-негатив, даёт ответ в позитиве, в позитивном ключе. Старший аркан, то есть здесь даже может как-то это всё быть стремительно, по колеснице. А старший аркан говорит о том, что вопрос серьёзный, интересный, и в принципе этот вопрос уместен. Его можно и даже иногда нужно задавать. Да, здесь возможная любовь, чувства. Про отношения не спросили, вот непонятно, как вы там, да, какие у вас. Просто знакомства интернетные или вы уже встречались, или встречаетесь, или же вы даже живёте вместе, смотря на кого вы спрашиваете, или ваш любимый с вами не может по ряду причин находиться, да. Есть другие отношения. Давайте тогда спросим, привлекательны ли вы для него сейчас? Вот насколько интересны вы для него и чем? Харизмой? Или же своей страстностью? Посмотрим сейчас, какая стихия, девочки, здесь выпадает. Это всё-таки стихия земная. Земная, и здесь мы видим ту спинтаклей. Конечно, неинтересно, наверное, или неприятно слышать, что в вас может нравиться ваша усидчивость, ваша надёжность, ваша заземлённость, да, не взлётность, не ветренность, не страстность, а именно спокойствие. И только спокойствие и надёжность, да, то, что вы всегда можете быть рядом, иногда даже просто под рукой, как говорится, вы и швец, и жнец, и надудей, и грец, и помощник хороший, и помогаете ещё и деньги зарабатывать. Может быть, вы делаете одну карьеру, возможно, вы вместе работаете, а может быть, просто с вами, с вашей энергетикой, ему очень приятно, ему нравится, возможно, даже и ваше умение зарабатывать. Ставить в приоритет финансы, социальные возможности, да, повышение различного рода, улучшение. Это и финансовые потоки, любовь к материальному. Здесь тоже может вас нравиться и может вас объединять. Но мы смотрим всё-таки честно, да, без преувеличений. Тем более, это не истина в последней инстанции, но всё-таки, раз, дорогие, мы встречаемся сейчас на нашем просмотре, да, на моём просмотре для вас. Вот именно на этом, ни на другом, и нам дают такую информацию, но, значит, эта информация сейчас важна. Сейчас я ещё достала арканчик, давайте просто уточним, ещё уточним, что нам здесь показали. Королева девочки Пентакли. Ну, вы видели, что я вытаскивала из колоды просто вот по наитию. Всё-таки он видит вас для себя более привлекательный. Либо здесь земной знак, либо вы… Один из ваших аркетипов, второго ренессанса Дамы Пентакли, это на душу опора идёт, на восприятие собственного духа, мысль и материю. Вот так красноречиво. Можно, конечно, сказать и попроще, что, в принципе, это надёжная женщина, заботливая, любящая домашний очаг, её дом, её крепость, она работяга, трудоголик. Но хорошо, дорогие, что может оттолкнуть в женщине этого мужчину? Ну, давайте как бы основное. Вот что самое первое, что, скорее всего, этого мужчину отталкивает в женщинах. Просто в целом, чтобы вы, как говорится, знали. А вот именно духовность Попеса, девочки, надо быть заземлёной, потому что, то есть если вы увлекаетесь эзотерикой и любите Таро, любите астрологию и всё непонятное, таинственное, то этому мужчине просто не нужно об этом говорить. То есть вы должны быть для него земной, понятной, женщиной сознательной. То есть все интуиции и инферманальные различные способности, так же, как и экстрасенсорика, предсказания и прочее. Вот если вы будете, да, там по гороскопу его сразу проверять, то, скорее всего, дорогие, это его оттолкнёт. Он любит женщин реалистичных, реальных, критичных, которые даже не будут верить в мистику и эзотерику. И здесь всё-таки женщина духовная, загадочная, то есть своей загадочностью вы его не цепанёте, не задержите около себя очень долго. Хотя женщина – это книга и прочее, но раскрываться тоже не надо. Но и излишних тайн и загадок, или мне там приснилось, что сегодня на тебя напал крокодил, что у тебя случилось? Или будь осторожен, что у тебя… Вот этого ему, скорее всего, девочки, не нужно. В общем, так или иначе, максимальное приближение к действительности, к материальному миру, к здесь и сейчас. Итак, да, сложно придётся девочкам-магам, ведуньям, ведьмам и эзотерикам различным, да, любящим всё непознанное. Придётся не показывать свой талант и свои знания, быть как все, но это не значит, что заурядными, просто скрывать свои способности. Ну ладно, давайте так, посмотрим ещё. Дорогие, влияние окружающих. Есть ли на этого мужчину, как он вообще относится, вообще как можно на него подпиять или нет? Ага, перевёрнутая шестёрочка кубков. Вы знаете, на него повлиять могут только очень-очень близкие люди, которым он невероятно сильно, буквально на клеточном уровне доверяет. Но таких людей вы должны понимать очень мало. Но вряд ли он будет кого-то слушать. То есть, кто действительно может повлиять на мнение и на решение этого человека, это самый, это очень узкий избранный круг людей, очень близких людей. Спросим, если вы будете активно применять свои усилия, если вам мужчина нравится, вот вы будете активничать в его сторону. Просто посмотрим сейчас ваша активность, чему приведёт, и, допустим, ваша пассивность. Вот так. Активность. Семёрка мечей. Ну, всё-таки ни в коем случае, здесь, видите, выкинут белый флаг. Активность действий будет восприниматься неискренне. Будет восприниматься как вероломство. Здесь как-то нехорошая ситуация сама по себе. И человек также может противостоять попыткам каким-то образом вам проявлять особую инициативу. То есть, возможно, это будет даже им восприниматься как покушение на его свободу, на его личную жизнь, на его личное пространство. Давайте посмотрим, если вы ведёте себя пассивно. То как? Принимающая сторона, да? А, тут девочки. Здесь идёт тройка, даже перевёрнутая. Ну, вы сами видите разницу. Императрица. То есть, здесь вам уже рекомендация, но решение принимать вам и только вам, императрица, это честь воды, воспринимающая женская сторона. Это и потенциал шикарнейший. Я повторяю, что это прекрасная карта для женщин, тем женщинам, которые желают выйти замуж или же желают прекрасных отношений со своим партнёром. Это женщина, которой поклоняются мужчины, которой хочется носить на руках, дарить подарки, на которой хочется жениться. То есть, императрица – это женщина высокого статуса, которая не позволит себе, чтобы с ней обращались потребительски, чтобы её использовали. Ну что вы, какие ещё телодвижения с её стороны? Она же королева, она несёт цвет, и императрица, не королева, даже ты императрица, то есть, это все четыре королевы. Запас, девочки, вам нужен, вышла обратная сторона, то есть, нужно повышать свой энергетический потенциал, как в целом, так особенно женский ресурс. Вы должны быть ресурсно и потенциально. Не только для этого мужчины, а сами для себя, и, соответственно, для всех остальных мужчин. Чем больше вас этой силы, тем безусловнее будет ваше притяжение. Вот так. Ну, вы сами всё видите. Дорогие, ну и что, и общий совет, рекомендация, да? Просто давайте посмотрим, что нам сейчас покажут. Так. Дорогие, это шестёрка мечей. Во-первых, это не конфликтность, не нужно выяснять отношения, и не нужно, скорее как рекомендация, это не настаивать на своём, не гнуть свою линию, не доказывать мужчине, что ваше слово должно быть последним, да? Крайним, что вы всё равно правы. Вот этого не надо. Мужчина этого не любит, и кроме как конфликту это не приведёт ни к чему хорошему. Но вообще шестёрка ещё и по классике означает готовность к переменам. Это может быть и переезды небольшие, командировочные, это может быть отдых какой-то, а возможно это, знаете, как переход внутренний к чему-то новому, готовность, да? Сложно, тяжело, возможно, где-то страшно, но нужно, несмотря ни на что, идти вперёд, двигаться вперёд, продвигаться, и постепенно-постепенно всё нормализуется, и дальше будет лучше намного, даже чем сейчас. Вот так. Ну что, дорогие, может до старшего аркана дотянем ещё, да, рекомендацию? Так, вот шарка. Ну давайте ради интереса, хорошего такого момента, ну вот, смотрите, ещё у нас выходит восьмерочка. Девочки, всё будет по справедливости. Есть кармические процессы, также аркан нам говорит, что нужен баланс, нужно уравновешивать. Это как, знаете, всё должно быть негатив с позитивчиком, да, сильно в негатив, не нужно уходить, сильно в позитив тоже, или есть равновесие, да, чаша весов, то есть здесь баланс, нужно достигать гармонии внутренней и внешней. Ну и также знать, да, что есть закон справедливости, как бы быть, стараться самой очень справедливой, да, и к людям, ну и к себе тоже. Кармический, кстати, также кармический аркан вышел. Ну и каждый, я думаю, что каждый для себя сделал определенные выводы, да, и будет очень приятно, если вы напишите ваши комментарии, дадите обратную связь, как всегда, я очень люблю читать, что вы пишете, и благодарю вас за это. Дорогие, я надеюсь, что вы с удовольствием подписываетесь на мой канал и ставите лайки. Ну, это мотивация для наших новых встреч, очень большая. Благодарю вас всех за донаты, за приятные отзывы и за поддержку. Обожаю вас всех тех, с кем мы на одной волне, обнимаю вас энергетически. И до новых встреч, до новых видео. С кем срезонировала, пожалуйста, обращайтесь на индивидуальные приемы данные под каждым видео. Пока-пока.